Проект «Европейское кафе» два года назад был придуман белорусскими интеллектуалами для того, чтобы давать альтернативные знания тем, кому это нужно. Весь прошлый год в рамках проекта режиссеры, писатели, фотографы и арт-критики из Беларуси и других стран в камерной обстановке Минских кафе читали лекции о современном искусстве. Тематика встреч сезона 2013 – Европа и место Беларуси в европейском контексте. Мы хотим рассказать о Европе, о разных аспектах Европы, о культуре, об обществе и тоже стараемся приглашать европейских экспертов, для того, чтобы они компетентно рассказали, зная все контексты белорусам, что такое Европа. И главный компонент – лекция и дискуссия, которые следуют за лекцией. 19 июня молодые и открытые к диалогу жители Бреста впервые приняли участие в проекте «Европейское кафе». В небольшом баре Лондона улицы Советская профессор социологии Венгерского университета Пал Тамош читал слушателям лекцию о евроинтеграции в Польше и Вишеградской четверке – политическое объединение, в которое входят страны Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Опорные пункты лекции – Беларусь, Евросоюз и способы их сосуществования. Я думаю, что Беларусь, конечно, должен и будет, и не через 100 лет, а в ближайшее время, быть интегрирован в дом. Но европейский дом – это будет не обязательно Евросоюз. В этом, в Европейском доме, будет и Евросоюз, и будут другие жильцы. И они должны научиться, и не только должны они этого, сделают этот процесс, уже происходит. Каким-то образом люди сближаются, каким-то образом начинают понимать друг друга. Пал Тамош – доктор социологии, доктор наук в области макроэкономики и экономического планирования, директор по исследованиям Института изучения общественного мнения и крупный ученый европейского масштаба. В Бресте был открыт к диалогу со слушателями. Как раз в таком открытом формате встречи европейского кафе продолжат свое существование. Следующая лекция европейского цикла, посвященная экономическому кризису, пройдет в конце июня в Минске. Кира Корлович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.